Елена Озерская убирает территорию города уже более 25 лет. Сегодня красит бордюры. Использует необычную известь, а специальную автодорожную эмаль. У такого покрытия много преимуществ. Оно легко наносится, устойчиво к истиранию, а главное – хорошо отражает свет. Ночью черно-белые бордюры сразу привлекают внимание автомобилистов, помогают ориентироваться во время движения. Они уделяются на дороге. Если машина едет ночью, она сразу отсвечивает. В туман, она тоже отсвечивает. И она видна, что ширина дорога какая. Убираем город, частоту наводим в городе. Нам даже самое приятное. Когда люди проходят, и у них все чисто. Для города стараемся. На завершающей неделе месячника по благоустройству еще немало актуальных сезонных работ. Сотрудники муниципальных предприятий и других организаций, подрядчики совместно с жителями города продолжают наводить чистоту и порядок, заниматься озеленением. Перечень приоритетных работ обсудили на еженедельном совещании с первым заместителем главы Самары Владимиром Василенко. Высадка цветочных растений в открытый грунт началась на этой неделе. Сегодня наполняли цветники на улице Молодогвардейской у здания Самарской губернской думы и возле фонтана в честь 30-летия Победы. В рамках подготовки к майским праздникам большая часть работ по высадке однолетних цветочных растений будет выполнена до 1 мая. Оставшиеся – до 9 мая. Всего мы запланировали на этот период высадить порядка 6600 квадратных метров цветников. Из них примерно половина – это ремонт строительный хоз на скверах, гульварах, городском Кургасамаре. То есть основные – это аллеи юных пионеров, как к Первомайскому, скверы, которые посвящены Победе. Это сквер Победы, сквер Устинова и так далее. Набережные реки Волги, как основной объект. Ну и парки Победы, парки 50 лет Волгой СМ. С полным объемом задач по цветочному оформлению городских объектов намерены справиться до конца июня. Общая площадь цветников только с однолетними растениями составит около 30 тысяч квадратных метров, а с учетом многолетних – порядка 38 тысяч. Кроме того, на территориях скверов и на транспортных развязках в преддверии Дня Победы традиционно появится 18 искусственных топиарных тематических фигур. Их оформят в виде георгиевских ленточек. Такое преображение пойдет городу на пользу, уверены самарцы. Когда вокруг все украшено, цветет и благоухает, и настроение поднимается, и душа радуется. Есть такое выражение, как бытие определяет сознание. И мы хотим здесь жить, в красивом городе, чтобы все это было красиво. От этого настроение повышается, добрые дела люди совершают все-таки в красивых, хороших условиях. Цветы – это радость какая-то дает, удивление. А это что? Без цветов тоже нельзя. И настроение, и все хорошо. У нас вообще Самара – город-курорт. И туристов много, и жители хотят видеть красоту вокруг. Конечно, это важно для любого города. Особенно, когда вокруг все серо, а цветы, они всегда яркие. Также в городе продолжается мойка дорог. Работают и вакуумно-подметальные машины. Повышенное внимание уделяется прилотковой части, где скапливается больше всего пыли и грязи. Производится ремонт уличнодорожной сети. Помимо этого, подрядные организации уже восстанавливают разметку согласно гарантийным обязательствам. Продолжение следует...